Всем здрасте! Стартануть сегодня предлагаю сразу же с вопроса. С вопроса о том, а замечали ли вы вообще между Джеймсом Хардном и Лукой Дончичем нечто общее? Если да, то напишите, что именно вы замечали между ними в комментариях прямо сейчас. Для чего прошу написать прямо сейчас? Для того, чтобы по ходу ролика, когда я буду раскрывать тему, вы смогли убедиться или просто проверить, правильно ли вы считали или нет. И замечали ли вообще что-то или вообще ничего не замечали. Поэтому пишем лучшие, кстати, комменты. Вот они из прошлого выпуска, поэтому пишите, как обычно. Опять же, в следующем ролике самые топовые попадут в выпуск. И давайте переходить, в общем-то, к основной теме. За более чем 120 игр, проведенных в NBA, Лука Дончич умудрился пройти путь от простого перспективного Европейского проспекта до главного феномена чемпионата с получением звания «Новичка года». И в этом году уже, кстати, заметьте, законного претендента на MVP. На момент остановки NBA главная звезда Мавс усредняла цифры в 28,7 поинта, 9,3 подбора, плюс 8,7 ассистов. И на самом деле об этой исключительности «Новичка», его ачивках и вообще многих цифровых достижениях мы уже с вами говорили в отдельном выпуске, сравнивая Луку не с кем иным, а с Леброном образца его сезона «Новичка». Но это все, так сказать, результат. Результат работы, которую выполняет словенец на паркете и за ее пределами. И которая, как вы понимаете, просто для нас с вами отражается в цифрах. Однако, попробуйте ответить прямо сейчас себе на вопрос. А как Дончичу вообще удается собирать такие цифры? Неужели дело лишь только в одном IQ? В европейском опыте игры против более габаритных и опытных соперников? Или, может быть, в наборе уникальных навыков? Ну, окей, допустим, первые два пункта однозначны и сразу мы можем записать в плюсы словенцу. Но что делать с навыками-атлетизмом? Ведь если мы посмотрим на отчет NBA DraftNet, то увидим, что перед лотереей его физическое состояние было оценено как среднее по меркам NBA, а первый шаг с боковыми перемещениями так и вовсе оценивались как слабые даже для европейского баскетбола. И, ведь согласитесь, глядя прямо сейчас на матчи что первого года, что текущего, мы не можем сказать, что дончичь это образец какой-то невероятной скорости или взрывного первого шага, не можем сказать, что физическая сила внушает трепет в соперников, и также не можем назвать его парнем с невероятным вертикальным прыжком. Однако, я далеко не просто так задал вам в самом начале выпуска вопрос про его общие черты с Джеймсом Харденом. Ведь если вы пристально следили за матчами Луки и Джеймса, то наверняка неоднократно могли замечать, что набор атакующих навыков, да и вообще движений у них очень и очень схож. И дело тут вот в чем. Начать предлагаю издалека, так как для понимания всего далее описано умной процесс, и это будет просто необходимой. Стартуем мы, я уверен, с вашего любимого. Это физики и определение в ней слова ускорение. Ускорение, как вы знаете, это векторная величина, равная отношению изменения скорости к промежутку времени, за который это изменение произошло. Замедление, следовательно, штука обратная. Так вот, для игроков, чьи роли в командах или позиции требуют постоянного и частого использования ускорений и замедлений, зачастую это боллхендлеры имеют прямо пропорциональную зависимость от того, насколько эффективно они используют свое тело для резкого набора скорости, остановок и вообще смены ритма. Хорошо, допустим, с этими красивыми словами все более-менее понятно. Ускорение, замедление, эффективность. Но возникает вопрос, как качественно и грамотно все это можно замерить и оценить? И возможно ли это сделать вообще? И при чем здесь Лука Дончич? На самом деле все более чем возможно. Благодаря компании под названием Peak Performance Project, или же проще P3, дальше я буду ее называть так по-русски, я не буду выделывать английским, мы с вами, да и весь мир спорта вообще, с далекого 2006 года, теперь имеем уникальную возможность, возможность изучать спортсменов под совершенно иным углом. Если коротко, то P3 занимается тем, что использует систему 3D Motion Analysis, отслеживая тысячи кинетических и кинематических точек данных, когда игроки выполняют определенные баскетбольные движения, и это важно, с максимальным усилием, или усилием, приближенным к тому, как они делают это в матчах. То есть проводят замеры ускорений, замедлений, максимальной силы, шага, прыжка и прочего, для определения, во-первых, той самой эффективности, и во-вторых, для изучения и отслеживания прогресса игроков, после, к примеру, восстановления травмы, или же межсезонья, дабы дать точно ответ тренерскому штабу, насколько улучшил свои показатели игрок по физухе, или, напротив, не улучшил, и какие, кстати, в будущем его могут ожидать травмы. Да, звучит как гребанная фантастика, но это на 100% правда. Так вот, возвращаясь к Луки Дончу, теперь самое время сказать, что аж с 15-летнего возраста парень ежегодно посещал P3 для того, чтобы проходить различного рода тесты, и вот относительно недавно всей этой накопленной информацией, особенно на фоне разговоров об атлетизме Луки, P3 и решили поделиться ей с общественностью, выкатив очень необычный и интересный график. Как расскажет позже Эрик Лейдерсдорф, директор по биомеханике в P3, на этом графике отчетливо видно, что Лука обладает уникальной способностью, способностью создавать значительную силу во время эксцентрической фазы, или же фазы замедления прыжка, двигаясь в противоположном направлении движения. Если проще, то во время того самого мува, который мы с вами называем степбэком. А теперь самое интересное. Вот как выглядит полный график. На нем продемонстрировано сравнение эксцентрического выхода силы Дончича и эксцентрической скорости развития силы, двух ключевых метрик замедления, в сравнении с Джеймсом Харденом, игроком, если кто-то вдруг забыл, который фактически вывел в абсолютный на новый уровень движение под названием степбэк. В то время как Харден имеет показатели в 99% по выходу эксцентрической силы и скорости развития эксцентрической силы, Дончич не сильно от него отстает, показывая очень схожие циферки в 92 и 93%, соответственно. Что говорит нам о том, насколько, во-первых, Лука уникален, и во-вторых, насколько схожи механики их движения с главным бородачом NBA. При этом нам теперь становится еще и полноценно известно, в чем кроется главная сила их степбэка, и почему, например, в их исполнении он носит настолько смертоносный характер, так как не ускорение или скорость является их оружием, а именно замедление и навыки смена ритма. Ради примера давайте рассмотрим пару моментов, где Дончич демонстрирует нам всю силу своего степбэка в рядовых моментах. Обратите внимание, как легко Луки дается первое резкое движение вперед, а затем смена его направления в противоположную сторону. Это и есть то самое проявление замедления, благодаря которому Дончич всего лишь в несколько шагов умудряется обмануть соперника настолько, что создает себе 2-3 метра свободного пространства для броска, которое сократить не способны ни низкорослые, более быстрые защитники на ногах, ни бигмены с внушительными габаритами. Кстати, тут нам тоже стоит знать пару интересных фактов. Все дело в том, что согласно опять же отчетам P3, Лука Дончич, проходя тесты конькобежца, это по сути те же степбэки только в бок, показал уникальные данные, равные 85% по выходу эксцентрической силы, которая является следствием еще одной особенности атлетизма лидера МАФС и Джеймса Хардена. Когда многие игроки NBA решают остановиться при ускорении или уже большой скорости, верхняя половина их тела будет, несмотря даже на то, что они уперлись, допустим, ногой в паркет, все равно продолжать наклоняться вперед по инерции, что, несомненно, отрицательно влияет на балансы. Следовательно, многим из них потребуется еще немного времени для того, чтобы вернуться в равновесие и потом продолжить либо движение со сменной направления, либо исполнить бросок. У Донща и Хардена же дела обстоят немного иначе, так как они научились исключительно хорошо контролировать в первую очередь свои бедра и туловище во время замедления, оставаясь в балансе на протяжении практически всего момента остановки. Из-за чего зачастую защитники просто не распознают и не понимают, как именно им стоит обороняться против этих парней. Ведь если опека будет слишком плотной, обязательно последует серия из движений вперед и затем резко назад, или в сторону для разрыва дистанции. Ну а если же игрок обороны напротив будет стоять на прямых ногах, то достаточно окажется банального отшагивания. И да, вот тут-то как раз-таки подключается та самая знаменитая часть Луки Дончича, его IQ, в сочетании с которым любой мув славянца превращается в четко продуманный ход, либо ради обыгрыша и создания момента для себя, либо для последующей передачи, которыми он и славится. Относительно же Джеймса Хардена, родоначальника в современном мире баскета, вообще такого движения как степбэк. Дела у него обстоят немного иначе. Он заточен на то, чтобы в первой фазе выхода на бросок сначала немного усыпить соперника сериями из легких и слегка замедленных переводов мяча, для того, чтобы далее распрямить своего оппонента и использовать два сценария развития событий, либо совершив рывок вперед, а затем резко назад, либо влево под сильную руку, до которой многие до сих пор так и не дотянулись, чтобы отвесить ему банан. Поэтому, если вам, к примеру, самых первых матчей Дончича бросалось в глаза сходство новичка и бородача, то это было абсолютно объяснимо, так как они, как мы с вами только что выяснили, сегодня очень и очень во многом схожи. И теперь, согласитесь, слова о скиллах Хардена в адрес Яниса приобретают совершенно иной смысл и подтекст, ведь он и Лука действительно умудряются взламывать игру совершенно уникально и по-своему. От вас же жду. Знаете, какого мнения? Напишите, пожалуйста, как вы считаете, какое именно главное движение есть у Луки Дончича и у Хардена? Посмотрим, не знаю, совпадает ли это со стебеком или вы замечали или подмечали для себя что-то еще. Но если выпуск вам понравился, ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить свежих выпусков. Услышимся, увидимся с вами, как всегда, совсем скоро. Не болейте и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok